все-таки редко используется вот эту анкету IPSL времени бывает ей достаточно, это правда, это действительно так как мы поступаем в такой ситуации? мы даем эту анкету пациенту домой в следующий раз придешь, пожалуйста, заполни и принеси и мы тем самым, во-первых, можем оценить уровень его симптоматики и выражения и самое главное, это же инструмент контроля наших действий мы же должны обязательно понимать, а мы вообще нормально его лечим? эффекты есть какой-то или нет? поэтому, конечно, использовать этот опросник, ну, наверное, было бы неплохо вообще факторы риска прогрессии, давайте тоже вы учитываете их в своей работе? вот те, что висели там, возраст, IPSL, PSL и так далее все ли вы факторы учитываете? только некоторые вы учитываете, когда планируете лечить пациента чем лечить, когда лечить или вам, опять же, из факторов прогрессии все ясно давайте посмотрим здесь все-таки большинство в аудитории определенные какие-то факторы риска прогрессии учитывают но я думаю, что в этом есть определенный смысл, потому что мы показываем вот эту картинку нашим пациентам весьма-весьма наглядно ну, допустим, тот же самый ПСА ведь и пациенты наши, ну и врачи общей практики когда, скажем, посылают пациента сдать анализ, а все-таки многие этот анализ выполняют своевременно они смотрят только одну цифру, да, 4 нанограмма на миллилитр, пограничная вот эта вот часть если больше, значит, возможно, рак простаты если меньше, значит, все в порядке никто не думает о том, что и пациенты этого не знают, конечно, что ПСА не только маркер развития рака предстоятельной железы это еще и маркер прогрессии гиперплазии предстоятельной железы и вот эта пограничная цифра 1,5 нанограмма она абсолютно не говорит о том, что есть рак или нет она говорит о возможной прогрессии посмотрите, какая разница между пациентами, у которых ПСА больше 1,5 нанограмм и меньше у тех, у кого меньше, у них риск развития острой задержки в 3 с лишним раза меньше чем у тех, у кого ПСА больше 1,5 нанограмм на миллилитр по-моему, очень удобно пациенту очень наглядно можно показать еще жалоб, возможно, каких-то нет но мы можем сказать, что в ближайшее время симптомы будут меняться и, возможно, даже вот такое, ну, достаточно грозное, на мой взгляд, осложнение как острая задержка и последующее за ним хирургическое вмешательство у нас с вами сейчас, к счастью, есть масса лекарственных средств которые мы можем использовать в нашей повседневной практике те, которые указаны в тех же клинических рекомендациях европейских коллег кстати, если вы приедете на конгресс РОУ который в ближайшее время будет в начале ноября там будет издаваться, в смысле, раздаваться уже переведенный на русский вот этот вот последний гайдлайн 2017 года поэтому, наверное, это тоже полезно и актуально всем иметь под рукой очень удобный справочник, конечно я вот оставил даже цифры, как были то есть все то, как есть, да те препараты, которые мы можем использовать в нашей повседневной практике плюс, о чем говорил уже Андрей Зинович есть ряд медикаментозных средств, которые не вошел в рекомендации те же самые цитомедины, которые мы с вами тоже можем вполне активно использовать и я захотел вот такую вот картинку нарисовать мне она показалась логичной с точки зрения того, о чем мы сейчас будем с вами говорить вы же помните, да, вот эту вот диаграмму как прогрессируют симптомы у пациентов, которые были на плацебо, если это не птопс я подумал, что в принципе в жизни же точно так же происходит вот эти пациенты здесь же, может быть, можно было указать в портреты врачей которые этих пациентов курируют а эти стрелочки, вот от такой приятной синий до яркой назойливо-красной это фактически то, когда мы потенциально вмешиваемся в процесс развития гиперплазии идеально, если мы вмешиваемся в своевременно, когда еще симптомы не столь выражены и пациенты ничего не беспокоят и стараемся каким-то образом это законсервировать именно на таком уровне хуже, если мы начинаем этим заниматься позже мы, врачи, но и не зря я здесь нарисовал пациентов потому что многие вот обращаются уже вот на этих этапах, да, к сожалению но и в каждом случае наша с вами задача подобрать некий максимально адекватный вариант терапии для этого пациента как консервативный, так и, естественно, оперативный, если это необходимо ну вот опять же, начиная с самого начала, когда, скажем так, симптомы не столь выражены когда все только начинается один из вариантов, о котором уже говорил Андрей Зинович потому что те же самые пептидные биорегуляторы они прекрасно могут использоваться и при лечении хронического воспаления и при лечении гиперплазии предстоятельной железы собственно говоря, те показания, которые у них есть это и гиперплазия, и реабилитация после биопсии операции о чем еще сегодня будет позже говорить Сергей Валентинович Стоилов ну и воспаление в предстоятельной железе исследований только по лечению гиперплазии но действительно очень много я специально поставил этот слайд, чтобы вы тоже увидели знакомые имена и фамилии это и профессора Ларан, Пушкарь, Альшукри масса коллег наших, которые делали весьма и весьма серьезные исследования и опять же, я думаю, что, конечно, мы должны давать этим исследованию свою какую-то определенную оценку вот еще один момент, который, наверное, тоже очень важный об этом уже тоже начал говорить Андрей Зиновьевич да, он говорил о том, что те же самые растительные экстракты но вот наши исследования, они были посвящены непосредственно препарату простамолуна именно он был в наших исследованиях это экстракт сираной рыбинс я думаю, что вы наверняка это знаете у нас было два интересных исследования проспективных, которые нам показались весьма интересными я очень коротко, опять же, о них хотел бы рассказать потому что, когда мы задумывались об этом исследовании мы смотрели на симптомы нарушенного мочеиспускания как на проблему, которую надо начинать решать своевременно вот та самая синяя стрелочка вот в начале, когда пациент идеально, если действительно обращается своевременно это молодой пациент, у которого есть риск развития гиперплазии то есть риски, факторы, прогрессии у него присутствуют безусловно, если бы их не было бессмысленно было бы включать этих мужчин согласитесь, тоже есть такие пациенты это могут быть мужчины старше 60 лет у которых пояса 0,5 у которых железа 30 или с небольшим публических сантиметров у них нет никаких жалоб вообще никаких они ночью не встают, они нормально мочатся днем у них нет факторов риска прогрессии они действительно есть не у всех но, соответственно, этих мужчин действительно лечить не имеет никакого смысла их нужно наблюдать а те, у которых есть вот эти факторы рисков прогрессии ну, наверное, все-таки имеет смысл лечить по камере нашим исследованиям мы хотели это и доказать у нас было две группы одна группа на постоянной основе получала растительный экстракт сираной реппенс а вторая группа, так же, как у профессора Джованна была под активным наблюдением ни плацебо, ничего не было они знали, что они ничего не получают это было условие нашего исследования и идея была именно в том, что это сравнение двух методов лечения это тоже возможно и допустимо вот мы сравнивали активное наблюдение и прием растительного экстракта почему мы выбрали именно растительный экстракт? ну, потому что, опять же, экстракт сираной реппенс это, наверное, самый максимально изученный из всех растительных экстрактов, которые существуют на планете ну и, соответственно, обладая вот этими эффектами столь необходимыми для остановки прогрессии гиперплазии предстоятельной железы именно поэтому этот препарат был выбран и, в общем-то, мы не прогадали потому что сами результаты наших исследований показали что, да, действительно, он способен быть эффективным в профилактике, прогрессии, развитии гиперплазии при начальных ее проявлениях красные столбики – это группа контрольная то есть это те, кто были на наблюдении а зеленые столбики – это те, кто получал непосредственно растительный экстракт и вы видите, что и динамика субъективной симптоматики по шкале ИПСС и динамика качества жизни и объективные параметры, такие как скорость мочеиспускания объем предстоятельной железы, объем остаточной мочи и так далее все это говорит в пользу того, что эффект от применения растительного экстракта при начальных проявлениях гиперплазии предстоятельной железы существует более того, у нас есть небольшое исследование мы тоже хотели его показать, это наша работа она небольшая, всего 38 человек приняло в ней участие никакого контроля, ни плацебо, ни сравнения к сожалению, нет но почему нет? потому что это исследование длилось 10 и более лет ну, понятное дело, что никто в 10 лет плацебо пить не в состоянии и как минимум потому, что за эти 10 лет наверняка случится определенная прогрессия и эти пациенты все равно выпадут из исследования а у нас 38 человек 10 лет без перерыва принимали растительный экстракт сираной репис и у них были определенные изменения и в качестве жизни, и в симптоматике но это не главное, на мой взгляд главное то, что ни одному из этих мужчин которые принимали участие в этом исследовании не понадобился никакой другой метод лечения за все 10 лет никаких не пришлось добавлять лекарственных средств менять тактику, оперировать не было осложнений кстати, ни у одного из них не возникло рака предстоятельной железы сегодня уже возникал этот вопрос может ли как-то влиять какая бы то ни была терапия на развитие рака предстоятельной железы у нас, конечно, не было там пациентов у которых были какие-то риски и угрозы там не было высокого пояса не было пина не было каких-то других изменений но так или иначе, все равно у этих пациентов ни у одного не было нежелательных явлений в том числе и развития рака предстоятельной железы мы говорим с вами еще и об электринной функции этих мужчин и поэтому я хочу задать вопрос хотя я уже догадываюсь, какой будет ответ если вы не даете анкету IPSS пациентам с гиперплазией предстоятельной железы вряд ли вы даете анкету MIEV но давайте все-таки проголосуем мне хотелось бы знать опять же, это пациенты с гиперплазией часто ли мы вообще задаем пациентам, которые приходят с жалобами на нарушенное мочеиспускание вопросы по поводу того, как они собственно себя чувствуют в отношении совершенно подтвердилось никто эту анкету не дает но, коллеги, опять же если вам действительно все ясно то это очень хорошо а если просто у нас с вами нет на это времени ну вот это, наверное, проблема потому что мы же сейчас как раз и говорим о том, что уролог это очень хороший и грамотный специалист и он разбирается не только в урологии давайте ответим на этот вопрос что еще мы можем диагностировать первыми, раньше других врачей? ну вот, близорукость может быть биполярное расстройство сердечно-сосудистые заболевания или тоннельный синдром вот, как вы считаете мы способны что-то диагностировать ранее чем другие врачи есть такие вот мысли у вас? может что-то такое быть? ну давайте посмотрим ну, практически вся аудитория ответила, что это сердечно-сосудистые заболевания и, наверное, несколько человек ответили, что это, возможно, тоннельный синдром это... это... что это такое что-то это Не имея никаких признаков их наличия, потому что они об этом даже не задумываются и не обращаются к врачу. А мы можем заранее это, по сути, предсказать. Как часто вообще пациенты обращают, то есть мы вот сейчас спрашивали друг друга, спрашиваем ли мы пациентов, даем ли мы анкету МИЭВ. А сами пациенты-то к нам обращаются, 639 человек старше 45 лет, только 10% с этой проблемой обращаются к урологу. Но это довольно мало, согласитесь, да? Причина нежелания пациентов, на ваш взгляд, обсудить со специалистом имеющиеся нарушения. Давайте попробуем ответить. Они стесняются, они считают, что это норма. Ну, бывают такие пациенты, приходят, говорят, ну, мне уже 50 лет, наверное, уже как бы все, это в норме уже не должно быть никакой эрекции. Они вообще не считают, что этим занимаются урологи, или им просто все равно, они равнодушны к наличию эректильной дисфункции. Давайте посмотрим, какой у нас ответ. Нет, 60% аудитории считают, что пациенты испытывают стеснение, да, стесняются, и еще 30% считают это возрастной нормой. Но я не спроса дал этот вопрос, потому что, опять же, ну, не может быть на него правильных ответов, это наше с вами мнение. А было при этом такое исследование, которое фактически полностью подтверждает ваши слова. Там 74% испытывают стеснение, да, и вы сейчас только что проголосовали фактически так же. То есть, это действительно именно так. Пациенты сами стесняются. И еще раз напоминаю вам, да, мы говорим о том, что мы и с этим вопросом можем опоздать, и с симптомами нарушенного мочеиспускания можем опоздать. Вот, допустим, мы немного опоздали, с чем чаще всего обращаются пациенты? Ну, у нас сейчас нет времени много голосовать, поэтому можно я сразу вам скажу, что в первую очередь мужчины старше 40 лет жалуются на то, что им приходится ночью вставать помочиться. Почти 70% и 60% на другие ургентные симптомы. То есть, в основном их беспокоит именно эта проблема, да, с какой скоростью они мочатся, вялая струя, невялая, минуту они стоят перед унитазом, полторы или две, их не так беспокоит. А вот то, что ночью надо проснуться, ну, если что, лучше просыпаться, да, чем не просыпаться, да, это их беспокоит. И в данном случае чаще всего наши врачи, и не только в России, но я здесь показываю российскую статистику, довольно свежую, 2015 год, назначают монотерапию альфаблокаторами. И чаще всего этот тамсулазин, потому что вы сами прекрасно знаете, этот альфаблокатор имеет лучшее соотношение эффективности и безопасности, и у нас сегодня есть партнеры, которые тоже выпускают препараты тамсулазин, и я думаю, что вы тоже их прекрасно знаете, если что, на нашей выставке вы можете с ними подробнее ознакомиться. А вы комбинацию используете ингибитора 5-альфа-редуктаза и альфаблокатор? Скажите мне, пожалуйста, давайте тоже проголосуем. Вообще, используете ли вы комбинацию, и если вы назначаете вот этот вариант назначения ингибиторов 5-альфа-редуктаза и альфаблокаторов, какому проценту своих больных вы назначаете вот такой вариант лечения? Какому количеству? Больше половины аудитории назначает больше чем 30% своих пациентов комбинацию этих двух препаратов. Еще четверть аудитории назначает хотя бы 20-30% пациентам своих соответствующую терапию. Мне кажется, что это очень здорово, потому что мы понимаем, что это не только симптоматическая, но и патогенетическая терапия. Поэтому она, естественно, имеет право на существование. И тому подтверждение одно очень интересное исследование, называется оно кондакт. И на мой взгляд, в чем его преимущество над какими-то другими аналогичными? Оно фактически имитирует нашу обычную повседневную практику, что в исследованиях сделать крайне сложно. Первое, почему это происходит. Потому что те пациенты, которые принимают участие в этом исследовании, никогда раньше не лечились. То есть фактически это пациент, который к вам впервые пришел на прием. То же самое. Очень похоже. И дальше вы вправе решать, что вы будете делать. Либо назначать комбинацию, как вот собственно назначает, видимо, большая часть присутствующих в зале. Либо можно же и понаблюдать. Ведь у нас же в рекомендациях написано активное наблюдение. Это тоже возможно. И вот что делалось в этом исследовании? Часть пациентов сразу же получала комбинацию. Это был ингибитор 5-альфа-редуктазы и альфа-блокатор. Это был дутестерит и томсулазин. А другим пациентам ничего не назначали до тех пор, пока на каком-то из последующих визитов, заполняя анкету IPSS, они не заполнили ее хуже, чем в предыдущем визите. То есть пока все нормально, продолжают наблюдать. Как только ухудшилась симптоматика, назначают альфа-блокатор в качестве монотерапии. То есть тоже лечат. Получается, что это не плацебо-контролированные исследования. Мы в своей практике в жизни не используем плацебо. Мы обязательно назначаем какой-то вариант лечения. Но вот здесь либо комбинация, либо рекомендации по активному образу жизни, здоровому образу жизни. И, собственно говоря, если ухудшение, то альфа-блокатор. Вот и все. И что происходило в ходе этого исследования? Ну вот посмотрите, пожалуйста. Естественно, и в той, и в другой группе происходили улучшения. Это логично, потому что, ну, во-первых, кому-то помогало активное наблюдение. Когда оно переставало помогать, тогда добавили альфа-блокатор, и опять же происходило естественное улучшение. Но посмотрите, за два года те пациенты, которые сразу начали лечиться комбинацией ингибитора 5-альфа-редуктаза и тамсулазина, они довольно, ну, абсолютно достоверно в большей степени испытали облегчение симптоматики. И они все попали в группу легкой степени. То есть, вы помните, описывается, делится на легкое, умеренное и выраженное. То есть, у этих симптомы стали легкой степени, то есть, это в районе 7 баллов, а у тех пациентов, которые получали только альфа-блокатор и только после ухудшения симптоматики, все равно, ну, так или иначе, они остались в группе симптомов средней тяжести. Опять же, своевременное назначение терапии. Ничего более, никакой фантастики здесь нет. Просто своевременное назначение терапии. Какие именно альфа-блокаторы и какие именно ингибиторы 5-альфа-редуктазы, это решает нам с вами и нашим пациентам. Но, по крайней мере, есть данные клинических исследований, которые показывают, что, например, и финостерит, и дутостерит имеют сопоставимую эффективность терапии гиперплазии предстоятельной железы. Поэтому, конечно, мы для каждого нашего пациента сможем подобрать то, что ему больше подходит. Мы знаем, что есть определенные опасения и у нас с вами, и у наших пациентов по поводу возникновения различных нежелательных явлений на фоне приема ингибиторов 5-альфа-редуктаза. Но вы видите, даже если говорить об эректильной дисфункции, это не настолько выраженные проблемы, это не настолько яркая симптоматика, как нам казалось бы. Даже в случае, скажем, монотерапии альфа-блокатором это 5%, а монотерапии ингибитором 5-альфа-редуктаза это 7%, а комбинация 9%. То есть даже в случае комбинированного назначения это не такая частая проблема, как нам, может быть, кажется и думают наши пациенты. Поэтому мы, конечно, должны обязательно об этом помнить. Более того, мы должны помнить о том, что чем более длительно эта терапия получаема нашим пациентам, тем в меньшей степени выражены эти нежелательные явления. С каждым годом их все меньше и меньше. Ну а если все-таки требуется какое-то лечение эректильной дисфункции, на мой взгляд, та публикация, которую сделал академик Лоран Олег Борисович, она очень важная для нас. И я очень прошу вас тоже это помнить, потому что вне зависимости от любых факторов, их очень много, артериальных, кавернозных, неврологических, которые способны вызвать нарушение эректильной дисфункции, Дисфункции на разных уровнях физиологического акта, молекулярный механизм самой реализации эрекции остается тем же. И вы это прекрасно знаете. Соответственно, именно поэтому мы сможем добиться восстановления эрекции, по сути, не влияя на саму причину дисфункции. Потому что механизм все равно один и тот же. Ну, по сути, именно поэтому ингибиторы фосфодиэстераза пятого типа и совершили в свое время революцию в лечении эректильной дисфункции. Это было уже почти 20 лет назад. Вы помните, наверное, да, когда это все началось. Конечно, очень мощный был интерес к этим препаратам. Вы помните, наверное, да, но вот мы впервые столкнулись в 1997 году, потому что мы участвовали в международном исследовании по эффективности и безопасности применения селодинофила цитрата у мужчин. В 1998 году он уже появился на рынке, после чего всплеск интереса и у докторов, и у коллег у наших, и у пациентов. Да и в ненаучной печати тоже была масса каких-то новых публикаций, ну, вот даже какие-то там поп-группы, песни появлялись. В общем, действительно, был очень такой мощный ажиотаж, но он был не на пустом месте, потому что, действительно, это были крайне эффективные препараты. Они таковыми и остаются. До сих пор более 40 миллионов мужчин во всем мире принимают селодинофил. Это наиболее изученный ингибитор из всех, потому что было более 800 клинических исследований. Это очень легко проверить. Если вы просто ведете и посмотрите, что сейчас в базе данных, то вы увидите, что их как минимум 800. Сейчас 800 тысяч врачей выписывают этот препарат во всем мире. Он одобрен к применению в более чем 120 странах мира. И, собственно говоря, сколько мы его применяем, мы уже про него действительно знаем, наверное, все. И мы понимаем, что он на самом деле эффективен, и мы понимаем, что он безопасен, о чем мы чуть позже поговорим. Есть разные ингибиторы, есть разное время начала действия препаратов. Кому что более предпочтительно. Но обычно те исследования, которые проводились, говорят о том, что нормальный какой-то вариант – это до часа развития эффекта от приема ингибитора. Потому что все равно в любом случае какой-то есть еще этап прелюдии перед сексуальными отношениями. Поэтому это все вполне разумно. С точки зрения полувыведения препаратов, да, есть короткого действия, если можно так выразиться, да, когда вперед полувыведения 3-5 часов, чего более чем достаточно для адекватного проведения даже ни одного полового акта, как мы понимаем. Да, но есть препараты, которые позволяют быть готовыми к половому акту в течение более суток. Как вы знаете, это тоже, ну, в общем-то, зависит, наверное, от предпочтений каждого пациента. Но всегда, наверное, мы задаем себе вопрос, а вообще секс-то зачем нужен? Может быть, это несколько, такая, скажем, пи***ное количество исследований. 67 двойных слепых плацебо-контролированных исследований показали, что нет, никакого развития привыкания к этим препаратам не существует. И это мы абсолютно доказанно можем говорить нашим пациентам. Но вот я что хотел сказать еще сегодня, не подумайте, что это реклама, это было бы некорректно, потому что я лично принимал участие в этом исследовании, и мне, так скажем, не терпелось, когда же все-таки появится эта форма на рынке. Это новая форма селдинофила, которую выпускает компания ТЭВА, называется он динамика форвард, это растворимые во рту пленки.